Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! Я уверен, что в любом матче будут, разумеется, и мы будем по возможности максимальную концентрацию включать и освещать в полной мере данное событие. Ну что, приветствуем вас на матче Альянс против 4Anchors NC Captain. На данный момент Альянсы уже сформировали свой пик. Shadow Demon, Dazzle, Slardar, Windranger и Phoenix. Ну и со стороны 4Anchors NC Captain. Лишрак, Keeper of the Light, Shaker, SF и Viver. Старая, добрая, полупап, полупрофессиональная. Короче говоря, месиво будет, я так понимаю, в колоссальных масштабах. По пику команды 4Anchors NC Captain видно, что дэмэджа они будут доносить огромнейшее количество. Только успевая Альянс подставляться под всю эту ерунду. Ну и что еще меня интересует? Меня интересует в этом матче, я думаю, что и всех интересует в этом матче, Адмирал Бульдог, который будет играть на Phoenix. Не самый стандартный герой для Адмирала. Да не то, что не самый стандартный, а вообще не стандартный герой для Адмирала. Но, тем не менее, играть на нем нужно, потому что против Адмирала Бульдога банят все Адмирал Бульдожье. Это очень важно, это очень действенно, потому что давать, например, в руки Лун Друида или давать по пику того же Фуриона в руки Адмиралу Бульдогу, ну это просто самоубийство. Время идет, время не щадить никого из игроков. Адмирал Бульдог такое ощущение, что просто нон-стоп повышает свой скилл на двух персонажах этих. Ну и эти персонажи в свое время принесли кучу денег команде Alliance. Они, наверное, на те же цели нацелены и сегодня. Что, команда Alliance уже во вражеском лесу, уже ждут, когда Вивер здесь покажется. Трикси, конечно, в безопасности относительно. И все-таки Шукучи свое дело сделают. Вот, свалить можно без проблем, а время, которое Alliance здесь потратит, в общем-то, может плюсиком капнуть для Фрэнкер Сэнси Кэптон. По героям мы не посмотрели. Давайте, ой-ой-ой, поймали у нас уже Трикси. Да куда ты тут уйдешь в Шукучах? Сразу же Вард, сразу же Вижен, Сентри от команды. Alliance видно, кто готовится к Сиэтлу. Видно, кто собирается идти туда. Моментально в Дизрапшн отправили, поставили Вард по таймингу. Слардар, он же Лода, дает стан. Ну и все, и Вивер у нас уже отдает ФБ. Уже первые деньги капнули для команды Alliance. Ну, они мощные сами по себе. Они, конечно, и, как мне кажется, счастье команды Na'Vi, что развели в разные группы два этих коллектива. Потому что почему-то мне кажется, что в группе с командой Alliance выйти будет невероятно сложно. Любой команде. То есть Alliance сейчас очень сильно смотрятся. Не на позициях, конечно же, 2013 года. Но, с другой стороны, это далеко не 2014. Где Alliance у нас выглядели просто элементарными мальчиками для битья. Спортсмены, которые закончили свою карьеру и год отдыхали где-то на Мальдивах. А потом решили побороться в следующем году с оппонентами своего уровня. А уровень уже оказался не тот. Так вот, Alliance, мне кажется, постепенно входят в, пускай не оптимальную, но достаточно серьезную, внушительную форму. Вот, и на данном этапе посмотрим, как все это у них сложится. Адмирал Бульдог на сложной линии, на Фениксе. Пока что ни одного крипа не убил, зато тут по дунаю просто мастер. Лешрак в соло против Феникса. Матумба Мэна есть преимущество. Матумба Мэн тут, по идее, должен не ощущать, в принципе, Феникса. Через Stormlightning Феникс, у которого небольшое количество ХП, проседать будет постоянно. Тут все уже зависит от скилла. Номинально, конечно, для Феникса очень неудобный оппонент. Я говорю о Лешраке. Со стороны команды Форенкерсен Си Кэптон, Трикси фармит на Вивере, нижний лайн. Валикс и Буги в это время у нас занимаются Девардинга, причем вдвоем, чтобы никто не пришел из Альянса. Они могут прийти, и они это уже на первых минутах показали прекрасно. Со стороны команды Форенкерсен Си Кэптон в мидлейн у нас отправили Немфи на СФ. И против него стоит Пайкат на ВРке. ВРка в мидлейне тоже все чаще входит у нас в мету. Пару месяцев назад сложно было, но еще до обновления представить, что ВР у нас может стоять и фармить спокойненько лес. Это было где-то полгода-год назад. Сейчас это как-то потихоньку возвращается в мету, но тоже не тренд, будем так говорить. По фарму на первом месте у нас Пайкат. Ничего удивительного в этом нет, в принципе. Пайкат фармить умеет, любит и очень часто даже пренебрегает более важными вещами в пользу фарма. 12 на 7 у Пайката, 10-11 даже на 5 у лоды. И 9 на 6 Матумба Мэн идет. Против него Адмирал Бульдог 5 на 2. Неплохо смотрится, но можно было и лучше. Все-таки Феникс у нас стоит в легкой линии. Но не будем забывать, что здесь колоссальных масштабов нюкер, для которого 100 маны на Лайтнинг Сторм. Это не проблема. Вот 5 таких Лайтнинг Стормов запустить и может себе лишь шаг. Это в принципе позволить. Понятно, что ничего у нас от Феникса просто не останется. Адмирал Бульдог уже приобретает Сибирингу Фриген. Есть Бутсов Спид. Сразу же будут Ранквилы, а дальше посмотрим. Ну и вообще интересно посмотреть на реализацию Феникса от Адмирала Бульдога. Все-таки герой немного не его амплуа. По моему мнению. Буги с какой-то тварью опять бегает. Опять Пэт включили на Шейкера. Одно из страшнейших нововведений современной доты. Пэт на Шейкера. Пэт на Акса. Было же все шикарно с этим щенком. А теперь эти броненосцы, которые катаются, просто ну с ума, честно говоря, сводят. Меня так точно. Не знаю, как вам смотрится. Вещь забавная, но она немного как-то визуально создает дисбаланс. Хорошо, что во время файтов исчезают хотя бы у нас эти ребята. Буги как будто услышал и выгнал от себя этого броненосца. Пора уже появиться. Буги фиссуру дал по Факин Мэду, по Аке. Не подпустил к руне, забрал себе баунти руну. Подзаработал немного денег и отправляется назад на линию. Четыре минуты сыграно. Первый фраг как был у нас сделан до выхода крипов, так он у нас пока что и остается единственным. По золоту. Альянс выигрывали в свое время 750, но это еще во времена крепостного права, это давно было. Ну и по экспириенсу тоже выигрывали 750, сейчас в ноль. По золоту 250 всего лишь Альянс впереди. Причина в чем кроется? Причина кроется в том, что трипла, во-первых, у нас у Альянс и экспей не получают меньше. Так, у нас СФ забирает Даззл. На мидлейне очень быстро расковыряли СФа. Попытался здесь хоть как-то помочь Шейкер своему тимейту, не получилось. В итоге Даззл забирает у нас второй фраг для команды Альянс. Пайкат получает ассист. У Пайката есть один фраг, один ассист. Все в принципе, все в принципе очень даже неплохо для мидлейнера. Мидлейнер по Нетворсу должен опережать СФа. Так и есть. 2 800 заработал у нас уже Пайкат. И у СФа 2 150. Только-только. И то благодаря пачке крипов. Так, Дизрапшн у нас поймали Буги. Ну и у Буги огромнейшие проблемы. Не отпустят здесь Буги. Привязывает его Пайкат на лоу-хп. Лода, Лоду тоже развалили. И Матумба Мэн сжигает Пайката. Нормально так Форенкер Сенси Кэптон ответили своим обидчикам. 2-3 становится счет. Ну, размен, конечно же, в пользу Форенкер Сенси Кэптон. Тысячу золота они поднимают в этом файте. И по экспириенсу 780 также зарабатывают наши Якоря и Капитан. И по голде теперь Альянс. Я думаю, что пойдут в минус. Должны, по крайней мере. Пайкат дорого стоил. Он все-таки топный творц на карте был до этого файта. А теперь посмотрите. Теперь у нас у Нэмки 3000, а Пайкат уже в роли догоняющего. У Пайката 2770. Общины Творцы тратиться приходится и время тратить на перелеты на мидлейн. Пайкат уже тут не может нормально расконтролить крипов. Не очень удобное положение, не очень удобное количество дэмэджа для ранжевого крипа. То есть один удар по крипу мало, два удара по крипу много. И Тавр в итоге у нас дэнает ранжевого крипа. Непонятно, как все сделать. Ну, проблемы белых людей. Одна подушка низко, две подушки высоко. Так, файт у нас пошел в лесу команды Фрэнкерсенци Кептен. Проседает по хп Трикси. Трикси, конечно же, отсюда уйдет. Фениксан им не разбить. Адмирал Бульдог переместился на нижний лайн. А триплу команда Альянс отправляет на топ лейн. Потому что с лишраком Адмиралу Бульдогу вообще не сладко. Ой, как жестко Матумба Мэн сейчас раздамажил команду Альянс. Попадает с сплитом. И здесь просто фиссура от буги по половине хп отрывает. И Слардару, и Аки. Но Аки можно еще понять. Это все-таки интеллектуал, это саппорт. А вот как Слардара так сильно подразорвало. Это, конечно, серьезно. Ну, сплитос здесь второго левела с Лайтнинг Сторм четвертого левела. Поэтому чего еще ожидать. Адмирал Бульдог на нижнем лайне весьма комфортно себя чувствует. Посмотрите на количество крипов Адмирала Бульдога. 39 на 7 крипстат для Адмирала Бульдога. Все получается на ура. Просто и Трикси здесь 23 на 1. Мейн керри и оффлейн герой. Так, Лешака у нас в это время раздамажили по Таврам. Полез быковать у нас Матумба Мэн. Чуть было не огреб. Ну, тут Лода видно, кто у нас по факту огреб. Лода уходит из файта. 4-2 счет по-прежнему. Феникс проседает по хп. Но это задувочка от котла. Конечно, в каждой ситуации абсолютно валидольные игры. Потому что на ранних этапах демедж, ну, с пометкой Бёрд здесь вливается. Потому что от котла заливает иллюминейт сколько? 300 минимум, да? От котла. И от того же Лешака один раз каст очень много по демеджу наносит своим оппонентам. Поэтому тут главное на хелсбары смотреть в топе. И то, даже если пристально смотреть на хелсбары в топе, чтобы успеть переключиться на файт, можно и не успеть. Альянс выигрывает по золоту 400, по хп проигрывают 300 своим оппонентам. На нижнем лайне Валикс занимается отводом крипов, но это так, относительно. Это просто, чтобы не сильно били его. Вообще, мувы от Валикса немного странноваты. Все, задувка иллюминейт сразу по двум пачкам. Одна, вторая, ну и немного здесь Волка не додамажил Валикс. На нижнем лайне в это время Трикси. Трикси уже есть ринг оф хелс, у него есть базилка и у него так. И Лешак у нас в это время забирает Слардара. И Факин Мэд на ло хп, и Аки догорит. И за Факин Мэдом будет бежать Матумба Мэн. Даблкил в этом файте, ну и просто дождаться. И даже без молнии все делает Матумба Мэн. Лешак, который... Лешак, который смог. Через пульс Нову Матумба Мэн сейчас не чувствует вообще никого. Из саппортов никто выжить просто не может в принципе. Где-то кого-то поймать в лесу, пульс Ново просто на куски рвет у нас. Как Аки, так и Факин Мэда. И у команды Альянс вполне ощутимые траблы есть к десятой-то минуте. По золоту Фрэнкер Сенси Кэптон выигрывают более тысячи. По экспириенсу где-то почти полторы. Ну и такая острота, знаете ли, имеет место быть. Имеет право на существование СФ. В это время у нас забирает еще и Пайката. И все, и поплыла команда Альянс. С этими тремя с половиной тысячами пенатов. И тем не менее. И тем не менее. За них все топят, а они... Они тонут сами по себе. Они тонут. И Фрэнкер Сенси Кэптон сейчас пойдут в отрыв. Да, понятное дело, что в Лейте, например, Слардар больше у меня внушает доверие, чем, например, Лешрак. То есть БКБ от Слардара решит половину проблем. Но до этого БКБ надо еще дожить. Тут Мадумба Мэн не жалеет маны. У него есть Аркан Буци, у него есть Солринг. Он понимает, что постоянно надо нон-стоп вливать все. Ну и СФ отправляет... СД-тач СФ отправляет в таверну у нас СД. Немфи забирает Шадоу Демона. Счет становится 7-5. По голде команда Альянс все ниже и ниже. Рановато как-то я возложил на них такие серьезные ожидания. Фрэнкер Сенси Кэптон тоже. Тут понятно, что не в песочницу пришли поиграться с Овочком. Знают вообще за что биться. Ну и Адмирал Бульдог. Произал на Супернову. Матумба Мэн отсюда валит. Отсюда валит Немфи. Ну и очень классно здесь сыграл Буци. Немфи поймали. Немфи привязали к дереву. Ну и Пайкат начинает настреливать через Фокус Файл. Развалили Немфи. СФ отдает доминейтинг стрик своему прямому оппоненту. ВР очки. Ну и Пайкат уже зарабатывает 1200 на руки. У него есть фейсбуцы. У него есть 2-0 талисмана. Мэджик Вонт и Боттл. ВР по фарму отстала. Очень причем сильно отстала. От Немфи на 1600. Так что догонять, догонять и еще раз догонять. 5000 по голде Матумба Мэн на данном этапе. И 4400 Адмирал Бульдог. Несмотря на оффлейн. Несмотря на то что в соло стоял Адмирал Бульдог против Лешрака. Еще раз повторюсь. Одного из наиболее неудобных героев чтобы стоять на линии. Неудобнее Лешрака. Я не знаю. Разве что Сайленсер. Который у нас в кере идет. Вот где-нибудь на мидлейне. Или например Зевс. Которого бесконечное количество маны. Лешрак примерно одно и второе вместе взятое. С Лешраком очень некомфортно на линии стоять. И это вся команда Альянс показала. Это не только мои догадки. Это Альянс на практике продемонстрировала то о чем я вслух сейчас рассуждаю. 12 минут сыграно. 2,5 по золоту Фрэнкерсен сикептан. По экспириенсу почти полторы тоже в пользу якорей. Трикси уже под амплифай дэмэджем. Лода в соло здесь против Трикси. Стоит, ну думает Лода, что в соло. На самом деле буги у нас недалеко. Буги если что подсейли. Понятно, что Слардар наверное под амплифай дэмэджем Вивера разваливает. На этих этапах у Вивера ничего нет нормального на ХП. У Вивера 870 ХП. Ну не считая ПТ конечно. Поэтому бить Вивера это не проблематично. Поэтому конечно Лода тут в достаточно комфортной ситуации должен находиться. Верка приходит, пыталась связать крипа вместе с Трикси. Не получилось. А так мне кажется были все шансы, чтобы моментально развалить до проюзывания темм лапса от Вивера данного героя. Ну не получилось. 3000. Фрэнкер Сенси Кептен золото. И по экспириенсу полторы тысячи тоже для якорей. Матумба Мэн перемещается на мидлейн. И здесь против него, обратите внимание, кто стоит, стоит Адмирал Бульдог. Куда идет Лешрак, туда идет Адмирал Бульдог. Это просто какой-то стокгольмский Сидрон. Тот, кто наказывал у нас Феникса, теперь вызывает максимум внимания у Феникса. И за Матумба Мэном гуляет у нас Адмирал Бульдог по линиям. Теперь можно конечно и потягаться. Есть нормальный Хепариген, Плейд Мэйл уже приобретает себе Феникс. Кстати, Феникс, конечно, по фарму чудеса творит. Обычно эти ребята с одним тапком могут бегать минуты до 20-30. У Адмирала Бульдога за счет Хенд оф Мидас уже, за счет нормального Хепаригена, достаточно комфортная ситуация. Уже приобретает себе Плейд Мэйл, в скором времени появится Шива Сгвар для Адмирала Бульдога и будет тебе приличная боевая единица. Второго левла Диаболики. Пинают наш Тавар на мидлейне. Ну наш. Таур-Алайнс, конечно же. Какие они нам наши, после того, что они с нашими сделали. Смоук от команды Алайнс. На мидлейн, в принципе, переместиться тут не проблема, тут совсем немножко пройти. Матумба Мэн на хайграунде, факин Мэтт внизу. Смоук не спал с команды Алайнс. Близко не подошел Матумба Мэн. Ну можно попытаться его зацепить, но не будем забывать, здесь Валикс, здесь Немфи. Ну и куда? И просто возвращаются. Смоук в итоге у нас получился недоделанный. У Лоды уже есть даггер. У Лоды есть даггер, поэтому врываться можно. Валикс тут просит прям, и Немфи просит. Врывайся, Лода. Лода пошел под стан под Немфи. Немфи развалился. Байкат на лов КП, но байкат, в принципе, живет Матумба Мэн. Под Диаболиками и Адмирал Бульдог дальше гнать Матумба Мэна. Подсловили его. На спринте Лода. У Лоды через секунду будет даггер. Прыжок, стан. Матумба Мэн должен идти в тавер. Под амплифай дэмэджем развалят его. Ну и что? И не добыковали в итоге. И в итоге факин Мэда должны потерять. Трикси его заберет. Нет, Лода разворачивается. Никто никого не забирает. А Лайенс это команда. Тут своих не бросают. 8-7 становится счет. По итогу файта забрали одного Немфи. Серьезно так потягались силами. Побродили по всей карте. И все это закончилось с плюсом для команды А Лайенс. 917 голды и 1120 по экспириенсу. Такими темпами можно, конечно, отыграть свое отставание. Ну, по экспириенсу видим, да. С двушки уже до 400. Скатились. Форенкерсенс и Кэптон. Своё преимущество по экспе А по золоту на 4000 держится. Но графики где-то до 3000 должны свалиться. Мы с вами видели. 1000 альянсов в этой драке заработаны. Давайте по вещам пробежимся. Все-таки уже 15 минутка первая сыграно. Еще уже минуту как. Феникс. 1400 с золотом на руках. Есть плейтмейл. Есть хенд оф медас для адмирала бульдога. У лоды. После даггера ПТ появляется. Квилинг Блейд Мэджик Вонт. Ну и ТП-шка ВРка. Зарабатывает на поинт бустер. Есть афу фиттер для пайката. И осталось еще чуть более 1000. Ну, в принципе, 1000 пайката и осталось до появления Аганима. На Рошана в это время перемещается Форенкерсенс и Кэптон. Пайкат простреливает пауэршотом. Вижен, в принципе, отсутствует. Но понимание того, где находятся игроки команды Форенкерсенс и Кэптон, у Альянс есть. Трикси видят. Надо просто успеть дать нормальный стан. Дает стан по Трикси и Вижена нет на Трикси. Или въезд. Откуда? Откуда Вижен? Трикси у нас юзает... Трикси у нас юзает таймлапс. Амплифай дэмэджа от лоуда не было. Я не понял, откуда был Вижен по Трикси. Как так получилось? Или просто наугад, что ли, прошивали всем, что было. Игроки команды Альянс. Ну и почти съели у нас Вивера. На последний ХП Вивер умудрился клацнуть таймлапс. Ну и тем самым себе жизнь немножко продлил. У Трикси 74 на 3 Крепстат. По фарму видим дела. Не лучшим образом. Пятый левел. Ой, пятый левел. Пятое место. В общем списке. Ну и Адмирал Бульдог. Который на оффлейне стоял. Обгоняет мейнкерри команды Форнен Кристенси Кептон. Которые у нас... Хотя, скорее всего, оффлейнер все-таки Трикси. Трикси стоял частично в соло. Ну непонятно, кто тут оффлейнер. Лешрак или Трикси. По фарму Лешрак, конечно, мощнее, чем Трикси. Трикси гонит у нас с Лордара. Пока есть Таракан. Решил подраться. Ой, у Трикси огромнейшие проблемы. Трикси таймлапс юзает. Ну и можно будет уйти, конечно, отсюда. И Амплифай Дэмэдж спадает у нас с Трикси. Я думал, таймлапс не откатился. Тут если бы не таймлапс... Ой, Трикси дальше. Дальше файт. Ну и куда ты теперь денешься? Никуда вообще. Адмирал Бульдог просто спокойненько подошел сзади. Немножко помог Лоди. Развалили у нас Вивера. Счет становится равным. По фрагам 8-8. А вот по золоту Форнен Кристенси Кептон большой себе. Хендикап получили. Более 4 тысяч. Теперь постепенно его будут тратить. По экспе я думаю, что Alliance после обновления графиков будут у нас уже впереди. Игра ничего так напряженная. 18 минут, 16 фрагов. Все в порядке. Давайте закончим пересмотр. Наш модный приговор. Что у нас тут по вещам? Есть уже для Аки Урнов Шадоуз. Для Пайката. Немного совсем. То есть вообще ничего в принципе осталось до появления Аганима. До 20 минуты данный артефакт должен уже быть. Шадоу Демон, Транквил Бутсы. 630 на руках у Факин Мэда. Ну и Брайсер просто, чтобы дольше жить. Ну и Слардара мы видели. У Слардара еще и 1100 сверху. Лода. Скорее всего будет идти в БКБ. Потому что тут с Лешраком надо разговаривать на равных. Без БКБ с Лешраком не поговоришь. У Лешрака есть Бладстоун. Ну и в принципе так ничего особенного. Приобретает себе Геос Септер у нас. Матумба Мэн. Понял откуда вообще ноги растут у команды Alliance. Там действительно с руки дэмэдж огромнейший. Благодаря Амплифай дэмэджу. Шадоу Финт. Уже с Меккой. Уже у нас у Нэмфи есть. Есть Митрилхаммер Огр Клаб. И приобретается рецепт на БКБ. Только-только. До 20 минуты готовый БКБ. И у ВРК до 20 минуты готовый Аганим. Вивер, что у тебя до 20 минуты? У него Персик. У него рингов Аквила. И в принципе ничего. Трикси неплохо так потратился. По деньгам. Подставившись Пайкату. Подставившись точнее Адмиралу Бульдогу и Лоде. Кипер оф зелайт. Огр Клаб есть. Транквил Буцы. Я думаю, что Валикс скорее всего идет в Аганим. Вещь более чем полезная на Котла. Ну и Шейкер с Даггером. Это уже безусловный плюс для данного персонажа. Есть Эхо Слэм. Вот вам, пожалуйста, Эхо Слэм. Пайката поймали. Пайкат на Венране. Просто отсюда уходит. И в никуда проюзали мощнейший ульт. Игроки команды Фрэнкерсен Сикэ. Буги просто, чтобы подстопить своего оппонента. Дал Эхо Слэм. Все-таки он моментально кастуется. А там попробуй еще раскастуй Фессуру. Попади ей. Или, например, Тотем. Ну, просто чтобы зацепить ВР-ку. В итоге ВР-ку не зацепили. В итоге пошел подсейк. У нас от Дазла. И ВР-ка теперь фуловая. А Эхо Слэма не будет еще. Две минуты. А вот Лода отпускать не собирается своих оппонентов. Тараканы в никуда. Вообще уже есть Чивасгвард у нас для Адмирала Бульдога. Об этом знает команда Фрэнкерсен Сикэ. Я думаю, сейчас начнется паника. Потому что Адмирал Бульдог просто как не в себя фармит. Он обгоняет Пайката. Феникс обгоняет Мидлейн Пайката. Ребята, просто вдумайтесь. Три тысячи по золоту Фрэнкерсен Сикэ. По Экспириенсу Альянс уже выигрывают более полутора тысяч. Ну и все. И якоря немного как-то подприостановились. Тут сильно и не побыкуешь. Лода свои артефакты зарабатывает. У Лоды уже полторы тысячи хп. Лода у нас бесстрашная. Уже в файты рвется. Адмирал Бульдог. Абсолютно та же история. У Бульдога уже есть Чивасгвард. Еще раз повторю. И 500 голды сверху для Феникса. Тут Хенд оф Мидас. Во-первых, делает свое дело. А во-вторых, посмотрите на крип стат Феникса. Феникса 81 на 12. Он отстает от Трикси на 14 крипов. Трикси у нас на Вивере играет. И отставать Фениксу от Вивера на 14 крипов на 22 минуте. По-моему, это очень даже солидно со стороны Феникса. И очень несерьезно со стороны Вивера. Первое место, конечно же, на СФ. Тут СФ и Линии, и Леса. Но СФ, мне кажется, не грозный герой в принципе. Например, Слардар под Амплифай Дэмэджем СФа не должен чувствовать вообще. И СФ у нас... Современные СФы давным-давно уже не выходят в Дэмэдж. У них нет дезоляторов. У них нет каких-то вещей на дэмэдж типа-типа-типа Дайдалусов. Они у нас выходят в сейв, в саппорт, помощь с ним тиммейтам, помощь команде. То есть БКБ, чтобы тебя не убили. Мека, чтобы никого не убили. Ну и по сути и ты никого не можешь убить. Вроде бы и не умираешь так часто, а вроде бы и не самый полезный. Такие вот семи-керри СФы получаются. Кому скажи об этом три года назад. Мне кажется, плевались бы дальше, чем видят. 3000 по золоту. Фрэнк Арсенс и Кэптон выигрывают. И по Экспириенсу впереди Альянс. Выигрывают на 800. Адмирала Бульдога поймали. Не успевает даже Супернову произвать. У нас Адмирал Бульдог. Ни Супернову, ни Икарус Дайв. И Аки немножко подстопили. Аки будут пытаться забрать. Задувка есть ли или нет? Нет задувки. Аки в итоге у нас умирает. Лешрак через Лайтнинг Сторм забирает саппорта команды Альянс. Зачем становится 10-8. Это неплохой файт. 2 в 0 подраться на ровном месте. Еще и на подступах к хайграунду. Уже можно было бы зайти и... Просто развалить Т3 на топ-лейне. Выкупается Аки. Я думаю, понимаете, почему Аки у нас выкупается. Потому что здесь на рог уже толпой все вышли. Где Лода? Лода в это время на нижнем лане. Лода в это время пушит Т1. А зачем выкупился Аки тогда? Непонятно мне. А просто чтобы был. Аки выкупается. Подошел к Рошану. А Лода не отреагировал совершенно. Лода развернулся и будет отсюда уходить. Кто с ним будет драться? Трикси в соло точно не будет с ним драться. Слардар уничтожает. Трикси. Это вообще не обсуждается. Ну и забрали Роху игроки команды Фрэнкерсенс и Кэптон. Лешрак, я так понимаю, забрал Аэггис. Так и есть. Лешрак забирает у нас Аэггис. У Лешего уже есть Плэйт Мэйл. У него уже есть Геос Септер. И Аэггис тоже достается Матумба Мэну. Лотус Орб или не Лотус Орб? Что тут будет? Ну, Шивас Гвард, мне кажется, наиболее вероятная вещь. Так, Дазл в это время у нас рассыпается. Рассыпается на собственном секрет-шопе. Быстренько с ним справились игроки команды. Альянс еще становится 10-9 за Дазла. Неплохо так. 800 голды платят теперь. 1200 еще и по экспириенсу. Ну, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Где-то в плюс может Альянс и выйдут. По экспе проигрывают. По золоту проигрывают более 5000. Ну, все важное в этой игре забирают Фрэнкерсенс и Кэптон. Роху забирают, Тавара забирают. Линию сложную для... Легкую. Сложную, легкую. Легкую, да, для себя. Спушили вплоть до хайграунда Альянс. Плюсы, конечно, безусловные для Фрэнкерсенс и Кэптон. Но это отображается и в экономике. Это отображается и... В количестве экспириенса. Пайкат после Аганима уже имеет 2700. На руках есть вариант. В принципе, я думаю, что может быть выйти в какие-то более-менее пуштыки, артефакты. Ну, например, Мьолнир собрать Пайкату было бы не проблема. С другой стороны, не лишним будет, конечно же, и Оркит для ВРки. Потому как, например, Виверу очень классно было бы давать Оркит. Если, конечно, либо Оркит, либо Амплифай Дэмэдж. Линка тут будет, что-то чем-то надо будет сбивать. Ну, Сала дать на Вивера на 4-5 секунд. Это прям бесценная вещь для команды Alliance. Тогда и ловить его можно до проюзывания таймлапса и до шокучей. И очень быстро разваливать. Мне кажется, что это даже поинтереснее будет, чем Хекс. 27 минут сыграно. По голде 5000 Фрэнкерсенс и Кэптон по экспириенции скатываются вниз. Но это не так критично, когда вы выигрываете и территориально у своих соперников, и по фрагам выигрываете, да и по золоту тоже нормально смотритесь. Ну, меня на самом деле настораживает лейтгейм, чем будет убивать команда Фрэнкерсенс и Кэптон. SF у них не пошел в дэмэдж. Да, SF серьезная боевая единица, вроде бы. Но это где-то против Дазла, против СД. Например, Слардару, что он сделает, мне непонятно. Да, SF поднимет, например, у нас... Не поднимет, а просто влетит под Слардара и даст Requiem of Soul. В это время Слардар юзает БКБ и под амплифай дэмэджем SF, в общем-то, уничтожает секунды за 3. У SF будут огромные проблемы. Чего у нас такие крипы все архитичные? Это, видимо, Коттл где-то здесь задул. Коттл перемещается на топ-лейн. У него есть Пойнт Бустер, у него есть Огр Клаб, еще 200 золота. И вот, собственно, эти 200 золота, да, как я понимаю, и Котел... Нет, это не они. Котел что-то у нас еще купил. Валикс у нас купил ТП. Сейчас падает Тавер и для Котла готовый Аганим. Все, Валикс теперь постоянно в спиритформе. На хайграунд поднимается Фрэнкер Сенси Кэптон. По топ-лейн. Альянс ждут. Альянс готовы встречать их. Прилетает уже сюда Лода. Лода пока ни на кого не прыгает. Айгис, эээ, Даггер, точнее, Луди тоже не сбили. Лода пока не нападает. Матумба Мэн диаболики провязал. И сейчас, когда закончатся диаболики, просто Бейби Гиот Альянс. Амплифай дэмэдж есть на Матумба Мэне. Ну и байтит на себя Лишрак. У него есть Айгис. Надо всех собрать кружком, чтобы Трикси дал нормальных сворм. Матумба Мэн заходит на хайграунд. Привязывает Матумба Мэна. Но это какая-то горячка просто от Матумба Мэна. Это 100%. Матумба Мэн разменял себя на пустое место. И сейчас Луди бы по-хорошему влетать. Лода влетает Матумба Мэна. Да, Амплифай дэмэдж на отходе. Лода тут немножко переосторожничал. В любом случае, Айгис разменяли на пустоту. Лишрак ничего не сделал. И сделать, в принципе, такими действиями не мог. 10-9 становится счет. Да, по золоту ничего не подняли. По эксперт тоже ничего не поднял. Коллектив Альянс, ну то преимущество, которое в виде Айгиса было для коллектива Фрэнк и Сэнси Кэптон, закончилось. Закончился Лишрак, вместе с ним закончилось действие Айгиса. Давайте уже учиться говорить правильно. Айгис так Айгис. Пайкатом. Готовый БКБ. Ни разу не юзанный, новенький. У Феникса. 2600 после Шивас Гвард. Адмирал Бульдог. Красавчик. Бульдог продолжается. Его серьезнейший фарм. Ну и Адмирал Бульдог сейчас, когда юзнет Медас, должен, в принципе, обгонять у нас ВР-ку. По-прежнему обгонять ВР-ку. Лода проверил, кто-то здесь может быть в кустах. Нет, здесь никого. Если был кто-то, то улетел. Я прошу прощения. Данный вопрос я немного пропустил. У Лишрака 1600 по золоту. Уже есть Шивас Гвард. Для Мантумба Мэна никаких Лотус Арбов, естественно. Ну и Керас тоже для Лишрака. Это как бы пародия была бы на героя. Леший у нас выходит в большое количество дефа. Леший выходит у нас в приличное количество маны. 1869 на данный момент. Плюс 23 дефа. И плюс замедление атаки для команды Альинс. Руки здесь бьют очень даже прилично. Причем все. И Слардар, ну... Единственный трабл для Мантумба Мэна в том, что Слардар и... ВР-ка в принципе на БКБшке вертели то, что дает Шивас Гвард Лишраку. Приносит себе... Аэгис Кипровзелайт. Лошадка довольна. Лошадка поржала. Котел теперь всегда у нас в спиритформе. У него есть ранкрилбуцы. У него нон-стоп спиритформа. И что-то у него еще тут нет. Нет, ничего тут в принципе особенного котлу не появляется. Только постоянная спиритформа. Альянс на нижнем лайне. Ветером. Далеко друг от друга не расходятся. Держится кучкой. Примерно та же история и с Форенкер Сенси Кэптен. Единственный отщепенец это Трикси. Но он может себе позволить. У него еще куча. Он в общем-то достаточно быстро бегает. Перемещение по карте для него не проблема. Трикси подфармит топ. Подпушит. Вплоть до хайграунда. И тем самым вызовет на бой команду Альянс. То есть команде Форенкер Сенси Кэптен в данной ситуации искать Альянсов нет смысла. Надо просто пушить. Альянс сами придут. Зачем тратить лишнее время? Ну и Форенкер Сенси Кэптен продолжает наращивать свои преимущества по Галде. Уже 8000. По Экспириенсу они выигрывают уже 3,5. Так шаг за шагом. По чуть-чуть. Но даже у бедового Трикси появляются артефакты. Линкен Сфера появилась у нас минуты 4 назад, наверное, на 28-й минуте. Ну, феноменальный тайминг от Трикси. Но здесь не для него все золото. Все золото для СФа и для Лешрака, на котором играет Матумба Мэн. Со стороны команды Альянс тут отставание очень серьезное. ВР-ка. 11,5 имеет. И тут 15,5 у одного Лешрака. Лода врывается у нас в Буги. Буги, скорее всего, заберут. Буги еле бежит. Лода. Где спринт? Спринт есть от Лоды. Буги догорает. Трикси юзает таймлапс. В то время Адмирал Бульдог встает после Супернова и просто улетает отсюда Адмирал Бульдог. Драться ему не хочется. А вот улететь и выжить есть смысл. Лода на ло-хп. Забрали факин Мэда. Ну, файт разделился и Адмирал Бульдог тэп-аут отсюда делает. А что с Лодой? Что? Где Лода? Лода у нас на хайграунд. Аки поблизости. Поблизости пайкат. Но драться команда Альянс больше не хочет. У них проблемы есть. Проблемы с хп. Проблемы с выживаемостью. Лода отсюда уходит. Факин Мэд на Буги. Десятый левел на одиннадцатый левел. И... И, и, и. Ну и по голде я думаю, что все равно в плюсе Альянс. Все-таки они проигрывали. По золоту ощутимое количество. Десятку Форенкерстен Сэкептен по голде выигрывали. И по экспириенсу 5000 тоже Форенкерстен Сэкептен. За Буги должны были приличное количество денег дать. Альянс перемещается на собственный ботом лейн. На миде у нас пайкат. Нэмфи. Поймал у нас Шейкл. Но уже слишком далеко. И бежать за ним смысла не было как такового. У Нэмфи появляется Манта Стайл. В 33-я минута. Нэмфи первый по Нетворсу. 16 с половиной для него. 16 у Матумба Мэна. И только 12 для Пайката. И 12 для Адмирала Бульдога. И 11 для Слардара. Вроде бы серьезные ребята. И Слардар. И ВР-ка. И Адмирал Бульдог. Кстати, Адмирал Бульдог. Заметьте. Всех обогнал по фарму. Феникс обогнал по фарму всех героев команды Альянса. И Мидера, и Керри. И есть ли еще у кого вопросы? Стоило ли звать Адмирала Бульдога назад в Альянс? Конечно же, стоило. Тут скорее даже Альянс надо было звать к Адмиралу Бульдогу. Под смоком команда Альянс. Трикси то ли хвостом почувствовал, то ли Вижен был. По-моему, Вижена никакого не было. На всякий случай. Так, цепляют у нас Буги. БКБ юзает у нас Лода. Буги умирает. Немфи. Еще и под Супернову стал. БКБ провязал. Немфи ультует. Ультует, в принципе, не по кому. Ну, немножко порезал дэмэдж Лоди, а дэмэджа, как такового, не нанес. Вивер будет дальше гнать или не будет, непонятно. Уже тут на спринте, в принципе, СФ. Так, разворот у нас пошел от команды Альянс. Я думал, нет, это Аки просто немного заблудился. И уже летит сюда Матумба Мэн. И уходит Адмирал Бульдог. Спокойненько через Санрей. Просто уходит куда подальше. Надо Адмиралу Бульдогу мансить постоянно. Адмирал Бульдог. Юзает у нас Шива Сгвар. И Карус Дайв не скоро. И Карус Дайв через 7 секунд очень сложно дается Адмиралу Бульдогу этот побег. Сформы не спадают с Адмиралу Бульдогу. У него уже проблемки очень даже серьезные. Все, Адмирал Бульдог быстрее лететь отсюда. И ТПшки нет у Адмирала Бульдога. Да, Феникса чуть было не загнали. В это время у нас Лода вместе с Пайкатом знают, чем занимается Фрэнкер Сенсикеттон. Знают, но сделать-то ничего не могут. И будет у нас падать Роха. И никак не подойти туда ни Лоде, ни Пайкату. Им надо сушить игру. Им надо ждать, пока появятся серьезные артефакты на ХП, на дэмэдж у Лоды. Лода, например, в Керасу выходит. А у Пайката... БКБшка. Сейвовый вариант это да, это все круто. Аганим тоже неплохая вещь. Но Пайкат не бьет с руки так много, как хотелось бы. Оркет, например, был бы вообще не лишним здесь. Вивера, например, затыкать и потом издеваться. Или Котла, или Шейкера. Почему не собрать Оркет против Шейкера? Неясно. Пока что Шейкер у нас контрится с Лордаром, который прыгает, юзает БКБ. Но в скором времени у Лоды просто 5-секундная будет БКБ. И там и Шейкер будет его переживать. Альянс зажата на собственном хайграунде. 37-ая минута у нас подходит к завершению. По голде Фрэнкерсен и Кэптон выигрывают 11 тысяч. По экспириенсу они выигрывают восьмерку своих оппонентов. Но тут дотерпеть до чего-то. Я, правда, не очень понимаю, до чего терпит команда Альянс. Но Кираса от Лоды не решит нам всех проблем. Конечно, не решит все проблемы Кираса от Слардара. Она и не на дэмэдж по сути, она на дэв для команды. Да, там дэмэдж косвенно тоже добавляется благодаря минус-дэву Фрэнкерсен и Кэптон. Но минус-дэв тоже вещь относительная. Да, 4 тут. Тут 8 у Шейкера, 8 у Котла. А дальше посмотрим по дэмэджу. 13 здесь. 23 у СФа. И у Лешака 24 дэв. Ну что, Кираса разве порежет этот дэв? Нет, Кираса не порежет этот дэв до того уровня, до которого хотелось бы. Кираса была бы крутая на Лоде, если бы она появилась минут на 10 раньше. Теперь это уже так. Относительно. Ну что, Лода видит ли? Не видит. Адмирал Бульдог сейчас точно увидит своих оппонентов. Лода, врывайся. Лода, делай что-нибудь. Адмирал Бульдог у нас не умирает. Нет, Адмирала Бульдога все-таки развалили. Спал с Адмирала Бульдога в итоге. Свалу Грейф и... Шалу Грейф, точнее. И Дазл не смог подсейвить своего тиммейта. Адмирал Бульдог самая дорогая цель в составе команды Alliance. Отправляется в таверну. Тысячу голды дарит своим оппонентам. И по Экспе та же история. Теперь без Бульдога можно заходить на хайграунд 100%. Есть байбэк, правда, у Бульдога будет лизать. Сейчас узнаем. Если не будет, то тут и дефать. Непонятно чем. Факин Мэтт. Алло ХП. Факин Мэтт развалился. Матумба Мэн. Шейкл неудачный от Пайката. У Пайката есть ДДшка. Вот для таких вот случаев приберег себе Пайкат ДД. На случай важных переговоров. Переговоры более чем важные, потому что падает Т3 у команды Alliance. Тут не только Матумба Мэн со своими диаболиками. Тут уже Трикси с Дезолятором. Сбивает линку Трикси. Все. Амплифай дэмэдж откэдэшился. Дальше можно бы врываться. Но вивер, наверное, будет ждать, пока откэдэшится у нас линка. Матумба Мэн нормальное количество дэмэджа в себя впитывает. У него 2200 по ХП. У него огромное количество монопоинтов. И у него громадное количество дефа есть. Плюс Аэгис для Матумба Мэна. 2200 есть уже у Лешрака. Выходит, как я понимаю, в Акторин Кор у нас Лешрак. Да, так и есть. До Мистик Став остается всего лишь 450 Лешраку. С Акторин Кором Лешрак будет очень серьезно отъедаться. Очень серьезно. 25% по героям. Мэджик дэмэдж превращается у нас в пайкат. Ну, пора уже. Фокус Файер пошел в Матумба Мэна. Ну и Матумба Мэн просто Фокус Файер снимает себя Геосептром. Пайкат тут на лоу ХП. Крест на пайката. Ульта пошла вот на Эмфи. Все лоу ХП от Альянс. Ну, по крайней мере, живы. Лода врывается у нас на мидлей. И лода отсюда уходит. Никто не умер, только Шейкера развалили у нас игроки команды Альянс. А вот Матумба Мэн теряет у нас в итоге Аэгис. Адмирал Бульдог. Готов драться дальше, как я понимаю. Факин Мэд. Цепляет Матумба Мэна. Да отправьте вы его в Дизрапшн. Факин Мэд сделает и хоть что-нибудь. Лоду убили. Лода сразу же байбэк. Мидлейн трещит, но... Мидлейн под надежной защитой Альянса. Альянс тут просто в кровь вообще рубится. Никто не собирается никому отдавать мидлейн. Связка пошла по Матумба Мэну. Привязали Шейклом к дереву. Матумба Мэн у нас умрет. Очень скоро появится Матумба Мэн. Нет, все-таки успел. Матумба Мэн еще и задынается. Убили Лешака. Точнее заставили завершить свое существование самоубийством. И после этого убили Вивера. Вот Вивер цель действительно ценная. За Вивера дали деньги. За Лешака нифига не дали, а за Вивера заплатят. Сейчас узнаем сколько. С учетом тысячи потраченной... С учетом тысячи потраченной на байбэк лодой. Видим, что 1300 где-то в плюсе дали за Вивера. Дорого стоил. В любом случае Альянс тут немножко все-таки в плюсе оказались. Потому что до этого невероятное количество проигрывали. Ну и пайкат просто без маны остается. ВР-ка еще и толкает ее и все. И тут все с пайкатом стало ясно. Пайкату не убежать отсюда. И это все сделал Валикс. Это все сделал Монолик. Где он? Где он? Где он? Вот он. Это просто Монолик. И просто потолкали у нас немножко пайката. Адмирал Бульдог. Та же история. Адмирал Бульдог входит у нас в Супернову. Матумба Мэн в Соло ее не разбивает. Адмирал Бульдог уйдет из файта. Да, Адмирал Бульдог уходит из файта. Еще и что-то там по крипам заработал. Немного по деньгам. У Феникса уже есть Ultimate Orb. Есть Void Stone. Адмиралу Бульдогу совсем чуть-чуть остается до Хекса. Кто, если не Адмирал Бульдог, будет у нас Хек зарабатывать в составе команды Alliance? Пайкат просто несчастен в данном случае. Матумба Мэн под Диаболиками заходит на мидлейн команды Alliance. Пайката не будет 18 секунд. Байбек у Пайката есть, но он его не будет юзать, потому что мид на 42-й минуте не стоит так дорого, сколько стоит отсутствие какого-то важного артефакта для команды Alliance. Я думаю, что верное решение. Alliance приняли. Мид потеряли частично. Да, тут стоит капелька вообще в море. Это рейнджевой барак, который на лоу ХП. Который, в общем-то, не решает по сути. Так что мид можно считать, да, полностью развален у команды Alliance. Более 15 тысяч форенкер Сенси Кэптан по золоту. По экспириенсу 13 или даже 14 тысяч тоже у нас для якорей. Нападают на Трикси. Трикси у нас под амплифай дамеджем. Стан, если пройдет, Трикси умирает. Умирает здесь Трикси. Быстро с ним справились. Таймлэп не помог сильно. А вот теперь Матумба Мэн начинает бить по лоде. А лода разворачивается и бьет по Матумба Мэну. Под амплифай дамеджем. И заканчивается БКБшка у лоды. Он понимает, что с отсутствием БКБ лучше валить. Пайкат ловит Матумба Мэна. Матумба Мэн в таверту. Матумба Мэн дарит 1100 своим оппонентам. Теперь по Пайкату начинает наваливать Немфи. Ну, Немфи, помоги, лода. Пайкат под Грейвом. Пайкат будет файтиться против Немфи. Немфи умирает. Пайкат на лоу хп уходит отсюда. Трикси погоня за ним. У Пайката нет возможности уйти отсюда с тпшки. Потому что нет тпшки в принципе. Пайкат разваливает деревья. Просто бежать. Физдэмэджем его не пробить. У него есть виндран. Теперь юзает фазы. У нас врка. Ой, врки. Такая сложная ситуация. Такая сложная жизнь для Вайката. Ну, и тут Пайкат, конечно же, умирает. Бедняжка. Why do I hate Ginger Soul? Умирает 4 героя команды Alliance. 4. Правда, забрали Немфи. Забрали Лешрака и забрали Вивера. По голде, мне кажется, Alliance поднялись здесь. Но причина, проблема главная в том, что команда Forenkers NC Кэптон идет спушивать вторую линию. Надо байбэкатся. Байбэкат в Эрке. Еще у кого? Кто еще? А никого больше? Больше никого. Факин Мэтт. Ну, нафиг тут не нужен. Трикси сбивают линку. И начинается дэмэдж от Адмирала Бульдога через Санрей. Пошел с ворма от Трикси. Лода, где ты? Лода у нас в таверне. У Лоды нет байбэка. Лода будет смотреть, как будет падать линия. Без Лоды файт невозможен. С рейнджа тут не отстреляться. Надо кто-то, кто будет танковать. Мантумбамен у нас был под линкой от Трикси. Я даже удивился. Я думал, что уже собрал себе Лешрак собственную линкен сферу. Нет, это Трикси на него вешает. Постоянная задувка от котла. И постоянные крипы. Свормы. Матумбамен со своими диаболиками. Тут Альянс просто оборону Сталинграда показывает. Невозможно на самом деле все это выстоять. Все это переживать. И Альянс периодически, конечно, у нас мрет. Мрет в огромных количествах. Но, тем не менее, держится. Таким молодцом еще. У Лоды до Керасы еще... Еще ничего. Все, Лода есть Кераса. У Лоды есть Кераса. Надо просто курьером принести. Все, Кераса готова для Лоды. Я уже боялся, что Лода слил все золото в этих файтах. С этими байбэками, с этой ерундистикой. Альянс осмелели. Альянс на Рошана. Никаких смоков даже не юзает. Ничего подобного. Был Вижен. Они знали, что здесь... Но они не знают, например, есть ли вот здесь. Есть ли вот там что-то. Так, Лода на лоу. ХП. Задувочка. Сырочек. Все, Лода у нас с Аэгисом. Лода будет, скорее всего, умирать. Хотя под Грэйвом неплохо еще Лода дерется. Буги развалили. Аки на лоу ХП. На лоу ХП Даззл Даззл живет. Нет, Лемер Кейпо Даззл не дорабатывает. Развалили Лоду. Лода после Аэгиса поднимается по Матумба Мэну. Неплохой подхилл от Бульдога. Да бейте вы Матумба Мэна. Что он вам сделает? Лода. Просто развали его. И закончится супер... Закончится пуль снова. Адмирал Бульдог. Вообще бесстрашный. Дальше за Матумба Мэном. 20 ХП. Умирает Матумба Мэн. Пайкат дальше за Валиксом. Валикса привяжут или нет? Нет, не привязали Валикса. В итоге файт закончился я не знаю сколько во сколько, но безусловно в плюсом для Альянс. Альянс зарабатывает 2-100. В этом файте еще и Котла добивает у нас Лода. Лода в кусты. Лода будет делать... Нифига Лода не будет делать. Лода будет здесь умирать. Непонятно зачем Лода побежал за Валиксом. Для чего это нужно было? Если Пайкат здесь сейчас умрет, то я думаю, что ГГ будет более чем реальным. Пайкат смог отсюда уйти. Лода умер. Лода разменял себя на Котла. Равноценный ли это размен? Совершенно неравноценный. И он не нужен был команде Альянс. Но думали, что просто добьют и пойдут дальше. А в итоге убили Котла. И Лода отправился в Тавер. 48-ая минута. Двух линий у команды Альянс нет. Первая игра все ближе у нас к логическому завершению. Логическое завершение, судя по графикам, я думаю, вы понимаете какое. Но! Не будем забывать, что чем дальше, тем преимуществом 15 тысяч становится менее важным. То есть хороший бы файт, конечно, в минус 5 от Альянс. Ну, да, сынок, это фантастика. Но тем не менее. Если бы где-то минус 5 Альянс сделали, они бы все преимущество отыграли. Это факт. СФ отпустил иллюзии побить немножко Т3 на нижнем лайне. Что у Пайката? У Пайката есть МКБ. Появляется МКБ, есть Аганим, есть БКБшка. БКБшка 6 секундная. И тут, кстати, страдает Альянс от недостатка секунд. БКБ у Лоды 5 секунд. К моменту, когда действительно надо бы жить, когда долго надо убивать своих оппонентов, у Лоды очень маленькое время действия БКБ. То есть минимальное. 5 секунд Лоде недостаточно. Матумба Мэн может все это время гореть, а потом просто через Геосептор переживает, например, БКБ Лода, а дальше просто сжигает его. И под Актерин Кором Лешрак тоже очень живучий. Дэмэджа надо больше. Нужно больше дэмэджа. У Дазла есть Глиммер Кейп, есть Аркан Буци, есть Урнов Шадоуз. Так, а ну-ка, что у нас у Шейкера? Шейкер по стандартной схеме. У Буги есть Даггер, есть Форстаф, есть Транквилл Буци. 1200 также у Буги на руках. Тут саппорты больше меня интересуют. У Котла. Форстаф, Аганим, у Валикс, конечно, фарму. Просто чудесно себя чувствует. Поймали у нас Лоду. И Лоду будут толкать. Лода просто юзает БКБ, прыгает у нас на Валикса. Валикс в это время уже уходит. На ЛОУ ХП у нас Немфи. Немфи под БКБ. Вроде бы жил, но до поры до времени. Уходит у нас Супернову Феникс. Можно будет убить Матумба Мэна. Матумба Мэн станется. Пайкат на ЛОУ ХП. Пайкат бежать отсюда. Еще и подхилили у нас Пайката. И Аки против Матумба Мэна. А Бульдог на ЛОУ ХП. Бульдог, скорее всего, умирает. Буги помогает Матумба Мэну. Ну как его без Лоды здесь убивать? А Лода у нас в это время на Мид Лейне. Лода в файте не участвует. У Лоды другие более важные дела. Например, слиться по ХП Трикси на Мид Лейне. Лода тут наплужил невероятно. Забрали бы Матумба Мэна. Отыграли бы огромное количество денег. А так 20-ку проигрывает Альянс. И 14 тысяч по экспириенсу. Ну и Адмирал Бульдог байбэкнулся. В плюс или не в плюс, сейчас узнаем. У Адмирала Бульдога есть Хекс. Поэтому, конечно же, он нужен в файте. Хекс также появляется у нас и на Лешраке. Все чаще Лешраки становятся победителями. Лешраки в... Ну тут, мне кажется, с появлением Акторин Кора. С этим огромнейшим вампиризмом. Который дает Magic Damage. Лешрак становится просто непонятно, как его убивать. Под таких Лешраков БКБ надо собирать где-то в минуте к 40-й. Ну вы понимаете, да, что профессиональные коллективы до 40-й минуты без БКБ бегать не будут. Ну и это минус, конечно, что БКБшка... Тут палка в двух концах. Она нужна сначала, но она нужна в конце. А в конце она становится рахитичной. Пятисекундной и... По сути, нафиг никому не нужной. Файт идут у нас немного подольше, чем 5 секунд. 20 с копейками выигрывает Фрэнкер Сенси Кэптан по золоту. И 15... По экспириенсу. Ну, что надо команде Alliance, кроме хорошего файта? В принципе, ничего. К команде Alliance надо забрать большое количество Фрэнкер Сенси Кэптан. Где-нибудь вместе, желательно всем вместе, чтобы все получили деньги, экспириенс. А точно вам говорю, за убийство, например, Матумба Мэна, команда Alliance миллион получит. Причем наличка. А вот и Матумба Мэн решил подставиться на вражеских хэншитах. Матумба Мэн, ты что, лох вообще, что ли? Что ты тут делаешь? Лода должен не отпускать Матумба Мэна. Привязали, развалили. 1100 зарабатывает Дазл за Лешрака. Какого черта? Что это? Это как называется? Тут просто подарок вообще. 3400. 3400 золота за Матумба Мэна и 5700. Я не беру котла здесь в расчет. Котел тут рахит. Котел не считается. Это как? Это... Как это называется вообще? Просто брать линейку, бить по пальцам у нас Матумба Мэна. Он пошел на вражеских хэншитов. То ли стаки собирался делать, то ли просто у него был АФК. А, ну это же просто рахития какая-то. Нави ЛС начинается в 15.30. Ребята, не наводите смуту в чат. Нави ЛС через час 30 только. В 15.30 по всем графикам. Покажу, чтобы вы не переживали. Никаких Нави, никаких ЛС. А Бурдены, кстати, с Ниндзями сыграли первую игру. Продолжают дальше играть. Ну что, у нас еще кого-то будут ловить? Еще и Трикси, да, у нас решил подставиться. И Трикси здесь разваливают. Трикси в таверну. Донные донышки. Такое огромное преимущество иметь. И так его разбазаривать. Так Альянс не спустится. И Лода начинает наваливать по Немфи. Здесь Буги уже хоть как-то пытается сейвить своих тиммейтов. А Немфи-то у нас не боец на этой минуте. И Пайкат соло, наверное, на ВРК разваливает Немфи. 20 тысяч по голде Фрэнкерсензи Кэптон. По экспириенсу с 16 скатились до 12. Но это, возможно, будет камбэк. Это прям одно из ярчайших событий начала квалификации европейских. Переживай за Нави. За Нави не надо переживать. За Нави уже Валвы попереживали. И отправили в другую группу их с Альянсами. Переживать теперь нечего. А если в той группе можно переживать за Нави, то лучше можно уже тогда и не переживать за Нави. Лода врывается у нас в иллюзию SF. Прекрасно Лода понимает, что это иллюзия. Даже Amplify Damage не стал юзать. Да и вообще ничего не стал юзать. Ну, такой подарок я просто представляю, как охренели игроки. Команда Альянс, когда на Матумба Мэна напали и начинают бить, а оно не проседает по хп. Они его бьют, а оно просто стоит просто как дерево. Как лось какой-то у водопоя. Они его месят, а он стоит. И понятно, что это не иллюзия стала. И тогда уже, конечно, осатанела команда Альянс. Быстрее, быстрее, быстрее. По максимуму просто развалить. Буги. Фессура у нас в никуда. Факин Мэтт уже с даггером. Факин Мэтт отсюда упрыгивает. Пайкат готовится. К появлению урохи все должны готовиться. Где в это время Адмирал Бульдог? На топ-лейне. У Адмирала Бульдога для Адпуша есть Мэйл Стром. У него есть Сайт оф Файтс. У него есть Шива. Он второй в своей команде по фарму. У ВРки есть... В принципе, что? У Адмирала Бульдога Бутсов Тревел есть. А кто там себе купил Мордип Маск? Это Слардар. Слардар предпитает себе Мордип Маск. Лода, а что это будет? Возможно, это будет сатаник для Лоды. Почему бы и нет? ХП необходимо Слардару. ХП плюс Кераса тоже вещь очень даже крутая. Роха упал. Роха стоит. Роха четвертый у нас уже. Есть Аэгис. Есть Сыр. У Рошана куча ХП. Куча дэмэджа. Рошан ждет в гости. Просто подходите. И постоянно. То задувка от команды Форэнкер Сенси Кэптон, то прошивка идет от ВРки. Лода врывается. Лода готов драться. Сбивает Линку у нас Рошану. Сразу же Амплифай Дэмэдж. Ну и что? Команда Форэнкер Сенси Кэптон. Либо сейчас, либо никогда. Роху первого. Так вот безапелляционно забирает команда Алайнс. Лода. Без Аэгиса. Аэгис дали пайкат. Лода сыр даже не взял. Да? Или взял? Да, Лода у нас сыром. Лода сыром. Лода врывается на хайграунд. Лода не юзает сыр. Лода у нас умер до проюзывания сыра. Минус Лода. Минус. Аки, наверное, нет. Аки отсюда уходит. Пайкат разваливает СФ. У Пайката есть, если что, Аэгис. Но Пайкат сейчас встанет и просто умрет. Здесь Адмирал Бульдог должен сейвить, как только может, своего тиммейта. Эхо снем пошел от Буги. Аки на Пайката. Дает крест. Пайкат на лоу хп. Нет, да горит от Матумбомена Пайкат. Пайкат в инвиз уходит. И выйдет дэмэдж. На 20 хп ВР-ка у нас в итоге выживает. Глимеркей под Аки просто крутейший случился. Адмирала Бульдога зажали. Байбэк. Адмирал Бульдог есть ли? Нет ли? У Адмирала Бульдога нет Байбэка. У него нет Байбэка, а Трикси гонит дальше у нас Аки. И Пайкат здесь не отстреливайся. Беги, ригенься. Лода готов уже врываться в Трикси. Потеряли Адмирала Бульдога. И Пайкат у нас выжил в этом фальте. Лода появился. Лода байбэкнулся. Лода дефал в сторону. В это время команда Фрэнкерсенс и Кэптен пилит нижний лайн. И может себе позволить Лода прыгать на Матумбомена. Шейкл в никуда на Матумбомена. На нем постоянно линка. Его сейвят как может Трикси. Уникальный случай, когда Вивер у нас сейвит Лишрака. Лишрак на ло хп. Лишрак скорее всего умрет. Вот Лода, Дерис дальше. Матумбомен стоит на хайграунде. Его не видно. Все, Матумбомена убили. Келлингспрейт для Пайката. Дальше файт Трикси. На ло хп Трикси развалился. Минус Трикси. Минус СФ. Минус Матумбомена. 60 секунд не будет Матумбомена. 80 секунд не будет Вивера. Ждать Адмирала Бульдога или не ждать, это уже выбор команды Альянс. Они погалдеть здесь, заработали 3300. По экспириенсу 5800 в этом файте. А Лайнс сражаются просто как в последний раз. Как будто это финал Интернешнл, а не первый матч квалификаций европейских. Но за это им огромнейшее спасибо. Любая другая команда уже БГ написала минут 100 назад. По голде они продолжают проигрывать 20 тысяч. По экспириенсу они проигрывали 15, теперь всего лишь 5000 для Альянсов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите на трон, что с ним творится. Как его дефать, неясно. СФ забирает у нас Слардара и Дазла у нас забирает. Ну что такое, ну выигрывали же. Можно же было драться, как люди били же. У Лоды нет байбека. Это факт. Адмирал Бульдог без байбека. Через 6 секунд. На факинг мэда. Врывается у нас Той. Врывается у нас Нейм. Просто в трон, да? Да, просто в трон. Трон на лоу хп. Я даже не вижу, кто его бьет, но трону... Трону тут, понятное дело, что смерть. Разваливают роны греки команды Форенкерсен Секет. Альянс сами виноваты. Сами вырыли себе яму, из которой не смогли выбраться. Они отставали, 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 отставали и доотставались. А там дальше, ну, все пытались закомбетчить. Не получилось. Ну и по артефактам, обратите внимание. Посмотрите на Лешрака. На его ГПМ, например, 547. А у Виндрэнджер 495. А у Лоды 390 ГПМ. Это плохо. Это на 58-й минуте вообще никак. Для Лоды 390 ГПМ. Я лучше фармлю на Слардаре. Ну, разумеется, в пабах, не на квалификациях Интернешнл. Ладно, услышимся с вами на второй ответной катке. Альянсу надо хотя бы на ничью переводить эту игру. На данный момент они уже 1-0 проигрывают. Игра играется в формате Best of 2. Так что встречаемся на ответной встрече до связи.